Зима. Канун Нового года. Денег уже мало, а родственников без подарков все еще много. Идей подарков на всех не хватает. Свитеров не навяжешься, да и не все готовы носить вещи по вашему дизайну. С вами Светлана Амельянс, автор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Вопрос небольших подарков для Нового года всегда насущный. Идешь в гости, надо гостиниц. Лучше и маме, и детям. Вязные сувениры, игрушки не всем будут понятны. Можно связать что-то простое, но носибельное. Шарф или шапку. Но подарить шапку не совсем удобно, если она одна, без комплекта. Потому что она может не сочетаться с сумкой или шарфом, который уже есть. А в комплекте это уже отличный подарок, так как он может быть совсем не связан с остальной одеждой. Сейчас в моде шапки простые, и большинство шапконосителей имеют шапки бини. Просто связанные резинкой или двойные, выполненные кулиркой или нафлисовой подкладке. Без узоров и рисунков. И поэтому такой подарок будет понятен. Но неужели к этой простой шапке подарить еще и простую рукавичку без узоров? Нет. На рукавичке можно пофантазировать. Так как рукавичка не на виду, и если ошибешься с дизайном, это не так ответственно, как на шапке, которая бросается в глаза. Интернет полон однотипных рукавиц. Или, если что-то понравится, то оказывается, что оно связано спицами. А как их перевести в машинное вязание? Конечно же, выкройки у рукавиц просты. Осталось только их заполнить узором. Но узор надо еще придумать, чтобы он был. И, конечно, если самостоятельно помудрить, то можно связать, например, пышной жемчужной резинкой. Но в такой рукавичке можно запутаться, если не слишком опытен в двухфантурном вязании. Жаккардовые узоры не все могут применить, ибо не у всех есть перфокарты и электроника. А руками вязать красивый узор сложно. Ну и, конечно же, самим придумать простое, но оригинальное изделие без навыка креатива не всякому под силу. Поэтому мы предложили несколько оригинальных изделий, которые сложно повторить по фотографии без хорошего навыка вязания. А по готовому мастер-классу надо будет только сделать перерасчет на свою петельную пробу и бери готовое изделие и меняй цвета. Применяй фактурную пряжу и получай оригинальный дизайн. Представляю вам курс «Я дизайнер рукавиц». Это всего пять рукавичек, связанных разным способом, имеющих совершенно разный дизайн и разный уровень сложности. Первые четыре рукавички очень простые по выполнению. Это математические формулы, с ними ошибиться невозможно. А четвертая рукавичка, связанная по косой, чтобы ее повторить, вам необходимо знать книг, либо дизайн, для того, чтобы вы могли развернуть выкройку рукавицы так, чтобы полосы создавали непрерывный узор, переходя с лицевой стороны на тыльную. В любом случае, вы получите массу удовольствия, познавая, как такие маленькие простые изделия могут быть такими разнообразными. Ссылочка на курс находится под этим видео. Используйте наши идеи, и у вас появится возможность удивить близких оригинальными изделиями, которых ни у кого больше нет.